ЗАПРЕЧЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ Привет, друзья! Я Роман Попов, это программа «Ракурс». Здесь мы будем рассматривать разные интересные темы с разных ракурсов. Как правило, это будет две точки зрения, дилетантская, то есть моя, и точка зрения профессионала, то есть моего гостя. Сегодня мы с вами поговорим о такой сложной теме, как ВИЧ и СПИД, вокруг которой ходит очень много мифов. У меня в гостях врач-эпидемиолог, заведующая организационно-методическим отделом областного центра СПИД Нагима Ташетова. Когда начинаешь окунаться в эту тему, у меня возникает интересное такое ощущение, как будто я знаю больше, чем большинство людей. Потому что я конкретно этой темой никогда не занимался, чтобы прям спецрепортажи какие-то делать, какие-то отдельные передачи, вот сейчас отдельные передачи делаю. Но в целом, когда ты вращаешься в кругах СМИ, ты так или иначе по кусочкам выхватываешь информацию. И я недавно понял, что люди вообще совершенно элементарных вещей не знают. Например, у нас спор был с одним моим товарищем по поводу ВИЧ и СПИД, и он мне доказывал, что ВИЧ и СПИД никак не связаны. Могу так сказать вам, да. Вообще, в первую очередь, когда беседу какую-либо начинаешь, мне кажется, какое-то не было бы общество, программа или, допустим, обычная беседа, в первую очередь, ну вот как врач-эпидемиолог, который работает в центре СПИД, ну не могу я никак промолчать и не сказать, что же всё-таки такое у нас ВИЧ-инфекция. ВИЧ, да. ВИЧ — это у нас собой представляет вирус иммунодефицита человека, в результате чего поражает иммунную систему, развивается в дальнейшем в ходе вируса иммунодефицита инфекционные, опухолевые, грибковые заболевания. Теперь нужно чётко понимать, ВИЧ является следствием СПИДа, и у каждого человека должно быть чёткое понятие. ВИЧ и СПИД — это разные состояния. Почему? Потому что ВИЧ — это название вируса и болезни. СПИД, в свою очередь, это у нас следствие нелечения ВИЧ-инфекции, то есть это четвёртая, последняя стадия. Своими словами, СПИД — это ВИЧ, который не лечит. От ВИЧ-инфекции не умирают, но, допустим, если ВИЧ-инфекция в запущенной стадии, если её не лечат, если ведут рискованный образ жизни, она приводит, соответственно, к СПИДу. А СПИД уже к фатальным последствиям. То есть здесь должно быть чёткое понимание ВИЧ и СПИД. Ну, это, в принципе, если к реалиям нашего сегодняшнего дня обратиться, это как ковид. То есть от самого ковида не умирает. Умирает от осложнений, которые он приносит. Вызывает. Если хронические заболевания, то это осложнения какие-то и у здоровых людей бывают. Но сам по себе ковид переносится, нормальный человек проболел. Здесь, знаете, точно так же, как и при ВИЧ-инфекции, это индивидуально. У каждого по-разному. В зависимости от вообще состояния организма. И, соответственно, данное инфекционное заболевание будет переноситься не у всех одинаково. А если о генетике говорить, в принципе, генетически есть люди, которые не подвержены заболеванию ВИЧ? Есть такие ситуации, зачастую бывает, есть такое понятие, как дискордантные пары. То есть один партнер ВИЧ-плюс, другой партнер отрицательный. Зачастую есть такие ситуации, и у нас такие случаи встречаются, когда выявляется один из половых партнеров, и его другой половой партнер имеет отрицательный статус. При этом, что ВИЧ-инфекция у одного из них протекает уже, допустим, на фоне 8 лет. То есть здесь уже тяжелая затяжная стадия, близкая к третьей, к четвертой стадии. Но его половой партнер имеет отрицательный статус. Здесь уже необходимо также уделить внимание тому, насколько часто бывает контакт между ними, то есть сам характер контакта. И, соответственно, индивидуальности организма здесь уже как повезет кому как. Ну, в принципе, есть очень маленький процент людей, которые… Не заражаются. Не заражаются. Есть такие люди. Но это не значит, что это кто-то из нас, поэтому лучше не проверять, не рисковать. Опять же, есть такое интересное исследование, что в России число тех, кто заражается ВИЧ-инфекцией, вышло из ключевых групп риска. То есть раньше это были гомосексуальные пары, да, там, особенно мужчины, подверженные наркоманы, и там, кто работает с кровью, там, доноры и прочее. А сейчас, получается, это обычные гетеросексуальные пары, которые, там, семья у них, они могут там подолгу жить, кто-то налево сходил, все. Ну вот, смотрите, это не только в Российской Федерации, это вообще во всем мире в целом сейчас превалирует половой путь передачи при незащищенных контактах. То есть вирус постепенно выходит у нас за пределы и инфицируется в основном общее население. То есть раньше вот это поверье о том, что это именно наркопотребители могут только инфицироваться, или, допустим, другие ключевые группы, такие как мужчины, имеющие контакт с мужчинами, работницы секса, на сегодняшний день это не актуально, потому что вирус у нас пришел в обычное население, где превалирует, это у нас половой путь передачи. Таким образом, каждый, кто вообще практикует у нас незащищенный половой контакт, этот человек уже относится к группе риска. А в настоящее время этих случаев очень много. Ну, каждый второй, в принципе, не практикует безопасный секс. Ну, опять же, если вернуться к незащищенным половым контактам, то существует один из мифов такой, что презервативы не способны противодействовать проникновению вируса. Вообще, если средство контрацепции, презерватив именно порвется, в этом случае есть риск заражения, есть риск инфицирования, несомненно, не только ВИЧ-инфекции, и любой другой инфекции. Но сам презерватив, это просто четко нужно проговорить, чтобы от вас люди услышали, сам презерватив, он вполне… Защищает, да, это как барьерный, барьерный контрацептив, который способствует защите, непроникновению именно. Нужно также, да, иметь представление. Вообще, вирус ВИЧ у нас, он сосредоточен во всем биологических жидкостях. Он есть как в крови, в вагинальной жидкости, в сперме, также есть и в слюне, в слезах, да. Но, опять же, где-то он, концентрация его огромная, и именно это у нас кровь, это у нас, ну, компоненты крови, чтобы было понятно, это у нас вагинальная жидкость, это у нас сперма. А слюна, допустим, и слезы, пот, то есть там наименьшая концентрация, через которую заражение не произойдёт. Тут уже идёт как профилактика, люди должны, это элементарные вещи, о которых люди должны знать и должны понимать, что контрацепция — это безопасность их, соответственно, дальнейшей жизни. И, опять же, нужно подчеркнуть, что, наверное, не все могут даже знать, что они ВИЧ-положительные, потому что по факту, ну, кто проверяется? Ну, вот есть такое поверье, что ВИЧ-инфекция — это достаточно коварное заболевание. Вот мне интересно, вот как вот вы это понимаете? Ну, почему оно коварное? Ну, наверное, опять же, потому что ты, ну, человеку всегда, человеку свойственно думать, что он самый умный. И что, ну, у меня там, если контакты незащищённые были, то это были там контакты с теми людьми, которых я знаю, а, следовательно, они ничего там передать не могли. Но если подумать дальше, да, то они-то откуда знают? Теперь давайте, как я думаю. С кем у них были, да, контакты. Почему я считаю коварным заболеванием? Ну, мне, конечно, это близка тема, я могу легко ответить на этот вопрос. ВИЧ-инфекция, она коварная и по своей природе очень сложная инфекция. Почему? Потому что человек очень, на протяжении долгого времени может чувствовать себя абсолютно здоровым. То есть он, симптомы, они не проявляются, а когда они начнут проявляться, они будут схожи с симптомами других болезней. То есть мы можем диагностировать чётко грипп, мы можем диагностировать у себя краснуху, ветрянку, корь. Но ВИЧ-инфекцию диагностировать, это очень сложно. Не то, что обычному населению, человеку, да, который не связан с этим никак. Так, медицинскому работнику это будет очень сложно сделать. К примеру, хочу сказать, что ВИЧ, она у каждого человека, опять же, протекает по-разному, прикрываясь разными масками. Возьмём, к примеру, что у кого-то будет проявляться как туберкулёз, у кого-то как со стороны центральной нервной системы, у кого-то как онкопатология и так далее. Если, к примеру, взять, допустим, вот туберкулёзная палочка, да, она есть, это условный микроб, и многие стали его носителями. Ну, то есть никто не застрахован, многие являются носителями этого микроба. И пока иммунная система, она крепкая, микроб сидит тихо. При ВИЧ-инфекции в первую очередь поражается иммунная система. И в этот момент инфекция поднимает свою голову и проявляется в организме как туберкулёз, пневмония и другие инфекции, которые, другие заболевания, возможно, и при ВИЧ. И здесь очень сложно сразу сказать, что у человека иммунный дефицит. Поэтому и должна проводиться огромная колоссальная работа среди медиков, чтобы они могли своевременно диагностировать. Ну и среди населения, чтобы вообще имели какое-то представление, что им необходимо вообще один раз в год хотя бы обследоваться на ВИЧ-инфекцию, дабы исключить возможного инфицирования. Ну вот, честно скажу, ни разу вообще не исследовался на ВИЧ-инфекцию. Опять же, какая-то внутри уверенность, что я самый умный, и я где-то вряд ли там мог подцепить. Хотя подцепить же можно не обязательно там половым путём она может передаваться. Там как угодно она могла бы передаться. Но у меня такой вопрос. Но я, допустим, периодически медосмотры какие-то прохожу. Там этот тест проводится? Вообще обследование на ВИЧ-инфекцию, оно не является именно обязательным в плане того, что вот мы приходим в поликлинику, мы сдаём общий анализ крови, да, как обычно сдаём мочу. Обследование на ВИЧ-инфекцию не имеет такого характера. То есть есть определённые нормативно-правовые документы, которые в себя включают. Это эпид-показания, ну если человек относится, понимаете, к ключевым группам. Да, меняют постоянно половых партнёров, группы риск, проще говоря, это доноры, рецепиенты. И люди, у которых клинические проявления проявляются. Это список клинических проявлений, я вам сейчас так скажу, их 36. То есть есть 36 проявлений, при которых возможна ВИЧ-инфекция. Теперь всё встаёт, думаю, на свои места, и понятно, что самостоятельно диагностировать, ну никак. Вот признаюсь честно, до того, как прийти работать в центр СПИД, никогда не задумывалась точно так же, как и вы, о том, что вообще ВИЧ есть, что надо обследоваться. Я вот как с книжек знала, что да, есть, да, вот так и так. Ну вот смотрите, среднестатистический человек размышляет так, примерно как я. Ну я, можно сказать, среднестатистический человек. Я не употребляю наркотики, я не веду беспорядочную половую жизнь, я не работник сферы коммерческого секса. Ну и получается, откуда взяться, да? Всё у меня хорошо. Всё у меня хорошо, всё замечательно. Но опять же, никто не может быть уверен, что люди, с которыми когда-либо они контактировали, такие же, как и вы, там, ведут правильный образ жизни для того, чтобы не заразиться. Там люди, чужие люди, чужая душа — это потёмки. Ну и вообще абсолютно, там, человек может, знаете, 10 лет жить и не знать о том, что у него внутри сидит, что внутри него сидит. Не только касаемо ВИЧ, то же самое вирусные гепатиты. Он может жить себе спокойно, радоваться, и всё у него в порядке. И только уже потом, когда появится конкретная симптоматика, это уже по истечению лет будет понятно. А за это время сколько было половых партнёров, сколько было контактов, сколько могло быть драк тех же самых. То есть это такой вопрос тяжёлый, поэтому и обследоваться. Есть такой призыв, чтобы люди обследовались. Ну вот давайте немножко о заразности поговорим, потому что половым путём понятно. Все уже об этом вроде как знают, хотя никто, по сути, не соблюдает, да, меры предосторожности. Но, по-моему, Павел Лобков, есть такой российский журналист, на НТВ работал. Он как-то признался, что он гей, и потом в эфире он сказал, что он ещё и со статусом ВИЧ положительным. И он рассказывал, что врачи относятся к нему с предубеждением, то есть я на себе эту стигматизацию почувствовал, что он зубы не мог сделать. Потому что, когда узнавали его статус, и говорили, нет, мы не будем бояться врачи. Хотя врачи, казалось бы, они должны же знать. Но от чего это идёт? Вот мы сейчас с вами говорим, что ВИЧ не передаётся через рукопожатие, через общение, обнимашки и прочее. И всё равно люди, врачи даже, не могут это до конца поверить. Вообще, как должно быть на самом деле? Для каждого медработника, каждый человек, это потенциально должен быть ВИЧ положительный пациент. Поэтому подобного рода отношения быть не должно. Ну, это так, как должно быть правильно. Но, соответственно, люди не готовы к этой проблеме. То есть это такая вот социальная проблема. Это психосоциальное, наверное, такое явление, что человек потенциально пытается отгородиться от какой-то угрозы. Каждый, пока не столкнётся с этим, никогда этого не поймёт. О чём я и говорю, что только придя работать в эту структуру, ты, когда углубился в неё, понимаешь, когда ты с этими людьми общаешься, когда ты видишь, как они живут, когда ты видишь их успехи, только тогда ты понимаешь, насколько действительно это не страшно. Это действительно, это просто стереотип. А вам тоже приходится тесты проходить, да, получается? Обследование, да, конечно, мы проходим ежегодно. Ежегодно. Это хорошо, потому что у меня такой вопрос. Вы сколько лет уже работаете? В центре СПИД именно работаю три года. Три года. Вот, получается, человек три года работает в СПИД-центре, вы, получается, проходите обследование, вы ВИЧ-отрицательный статус. Три года человек, вы же непосредственно контактируете с ВИЧ-положительными людьми. Конечно, конечно. Сколько раз в день примерно у вас? Ну, так как мы являемся врачами-эпидемиологами, то мы осуществляем расследование эпидемиологических случаев. В первую очередную с людьми, которые, когда должен произойти с ними контакт, связываемся мы с ними, и мы их встречаем, и проводим уже дальнейшие беседы, собираем анамнез. С этими людьми мы встречаемся каждый день. То есть всегда это разные люди. Без перчаток, без всяких этих, да? Ну, сейчас у нас коронавирус, поэтому мы вынуждены, да, использовать средства индивидуальной защиты. А до начала пандемии коронавируса, то есть, конечно, абсолютно, никакие перчатки, никакие средства индивидуальной защиты. За исключением того, что если, ну, если есть какие-то открытые раны, то есть, если есть какие-то открытые раны, воспаления, то есть, нарывы, в таком случае осмотры врачи-инфекционисты, конечно, они в любом случае осуществляют в перчатках. Ну, вот видите, три года человек работает, и, пожалуйста. Ну, мне кажется, это лучшее доказательство того, что люди, которые об этом говорят, которые работают с ВИЧ-положительными и не используют никаких средств. То есть, ну, куда уж больше доказательств. На мой взгляд, если каждый же человек о себе думает, вряд ли там работают люди, которые думают, да, ладно, ничего страшного. Это врачи, которые очень хорошо знают, как это распространяется, тем более врач-эпидемиолог, который знает, как эпидемии распространяются. Поэтому, я думаю, по поводу заразности тут вопрос как бы закрыт, да. Мы еще раз подчеркиваем, через биологические жидкости передается. Парентеральные. Когда кровь контактирует с инфицированной кровью. Ну, в основном жидкости, это получается кровь, сперма, вагинальная жидкость, и слезы, пот, они не передаются. Не передаются. Вот и все. Просто, чтобы вот эта вот тема уже… Это один из мифов, который очень долгоиграющий, долгоживущий. Еще один из мифов, который часто встречается, это по поводу лечения. Что лечение… Ну, неизвестно, что быстрее убивает лечение или сам ВИЧ. Здесь такой момент о том, что, да, схемы, они бывают, действительно, подбираются для каждого пациента индивидуально. Есть своего рода побочные эффекты, но от какого лекарства не может быть побочного эффекта. То есть в Казахстане вообще, как и во всем мире в целом, да, лечение проводят по клиническим протоколам. Четко есть трехкомпонентная антиретровирусная терапия, которая блокирует размножение вируса. Вирус при приеме терапии не размножается далее. То есть бывают люди, приходят с миллионной вирусной нагрузкой. То есть был пациент у меня, у него было 3 миллиона тысяч копий в одном миллилитре крови на момент выявления. Это много, мало? Это очень много, да. То есть это говорит также о давности заражения. То есть очень долго уже он заражен, инфицирован. И, соответственно, состояние его здоровья, оно очень тяжелое было на тот момент. И пациент начал прием антиретровирусных препаратов. Далее также его поддержала, соответственно, его семья. И человек уже через полгода почувствовал значительные улучшения в состоянии своего здоровья. То есть здесь нужно четко понимать, ты либо лечишься, веришь доказательной медицине, либо ты выбираешь другую сторону. И, соответственно, ждешь момента, когда у тебя наступит четвертая стадия, и это будет СПИД, который уже приведет к летальным последствиям. Антиретровирусная терапия, больше того, скажу, что это такое, считаю, что на сегодняшний день чудо, потому что ВИЧ-положительные пары, то есть ВИЧ-плюс, это и женщина, и мужчина, они рожают здоровых детей. И рожают не одного ребенка. У них полноценные семьи, где у них трое, двое детей и более. То есть давайте вот этот момент надо, мне кажется, повнимательнее светить, потому что не все понимают, что такое антиретровирусная терапия. Это препараты, которые назначаются человеку, у которого выявляется ВИЧ-инфекция. Лечение пожизненное. И эти препараты, они блокируют размножение вируса в организме. Что означает, что он может спокойно жить, как обычный человек. То есть он не может уже заразить других людей, если он находится на лечении, правильно? Нет, здесь тоже нужно понимать, если принимают регулярно препараты, то долгое время, то у многих пациентов вирусная нагрузка сводится к нулевой, неопределяемой. И в таком случае, да, есть вероятность, что он не будет передавать вирус. Но у каждого это все индивидуально. То есть это также зависит от приверженности. Приверженность, то есть это насколько он принимает препарат. Высокая приверженность, то есть значит человек регулярно принимает препарат. И четко понимать нужно, что мы не стоим на месте. Раньше, допустим, если прием препаратов осуществлялся от 10 до 15 таблеток в день, то сегодня он сократился, есть схемы до одной таблетки в день. Это как артериальная гипертензия, сахарный диабет. То есть получается, вот эти препараты сегодня, они значительно продлевают жизнь тем, кто получил ВИЧ-положительный статус. И в принципе они живут полноценной жизнью. Люди живут и до 70, и до 80 лет, и до 60. То есть здесь все зависит от человека. Вот один из самых таких известных людей, да, который умер от спида, это, наверное, Фредди Меркери, солист группы Queen. Он умер, если не ошибаюсь, в 91-м году, 45 лет ему было. То есть, по сути, если бы на тот момент существовали современные препараты, то он бы вполне мог жить до сих пор. Конечно, это вполне возможно. То есть с высокой приверженностью, ну и, соответственно, уже правильным образом жизни, то без рискованного поведения человек прожил бы достаточное количество времени и, соответственно, не ощутил бы того, что у него ВИЧ-инфекция. Мне кажется, я еще неправильно сказал, возвращаясь немного назад, про лечение. Это не лечение же, по сути, да? То есть вылечить ВИЧ невозможно. Это своего рода это лечение. Это лечение. Лечение, поддержание состояния организма. Это, наверное, я не знаю, как-то... Как я не знаю даже... Уничтожение нагрузки вирусной. Но, по сути, это, если ты перестаешь препараты принимать... Вирус, наверное, да, вирус начинает вновь размножаться. И, соответственно, все заново. Ну, то есть это всю жизнь на препаратах, получается? Да, лечение по жизни. В принципе, он не лечится, чтобы не было... Есть тоже один из мифов, что современные таблеточки, они помогают от всего. Поэтому, ну, заражусь, ничего страшного, попью таблеточки, вылечусь. Вылечиться невозможно. Нужно будет лечиться уже тогда всю жизнь. Да, лечение пожизненное. Ну, нет на сегодняшний день пока такого препарата, либо вакцины. Но не стоим на месте, подождем, что будет через десятилетие. Ну, я, кстати, слышал, что по поводу вакцины, слышал, что, по-моему, в Таиланде самая эффективная вакцина была разработана. И она предотвращает в 30% случаев. То есть это очень низкая эффективность. Это пока еще... И это самая эффективная. Ну, на сегодняшний день нет пока таких доказательств. То есть это предположения, это какие-то статьи. Но чтобы это было на весь мир, и что это действительно точно, пока этого нет. Ну и 30% это смешно на самом деле. Пока мы имеем только антиретровирусную терапию. Ну и, соответственно, другие поддерживающие виды лечения. Ну, давайте тогда... Вы, получается, контактируете с большим числом ВИЧ-положительных людей. Это все на анонимной основе происходит, я правильно понимаю, да? Абсолютно. То есть если, допустим, ну, давайте будем на мне все проверять. Вот я, допустим, прихожу к вам в Центрспид, просто чтобы провериться. И тут выясняется, что у меня статус положительный. Звонят на работу, говорят, что вот так и так, Попов Роман, у него статус положительный и так далее. Или... Нет, абсолютно нет. То есть данная информация, она, опять же, конфиденциальная. То есть нужно... Вот ВИЧ и конфиденциальность, это вот как равно между ними. Полностью должна сохраняться конфиденциальность. В первую очередь. Тут даже не то, что на работу, да, говорить. Вашим близким мы не имеем говорить об этом. В первую очередную мы связываемся с вами. Даже по телефону мы не имеем права сообщать о вашем статусе. Мы должны будем сделать так, чтобы вы пришли к нам в Центр. И вы, соответственно, придете. Если вы начнете уклоняться, пациент начнет уклоняться, то мы будем искать все пути, чтобы встретиться с ним. Здесь уже, знаете, ты работаешь как Шерлок Холмс. Зачастую есть люди, которые сразу идут на контакт, а есть люди, которые начинают прятаться. И когда ты их находишь, они тебе говорят, а, все-таки нашли меня? Были такие случаи, когда... Попробуем что-нибудь потяжелее. Когда за пациентом, то есть это была прям гонка. То есть ты вплоть до того, что ты собираешь деньги, говоришь, вот я даже заплачу на такси, вы, пожалуйста, только приедьте. Он говорит, хорошо, я приеду, получает деньги, в итоге не приезжает. То есть разные-разные абсолютно ситуации. То есть мы заинтересованы в том, чтобы наш пациент пришел к нам. А с чем это связано? Почему люди не хотят получать помощь? Это же бесплатно. Это бесплатно, абсолютно бесплатно. Помощь бесплатная. Вот мы многие нюансы вот так упускаем, да, мы говорим как... Потому что я знаю, что бесплатно, вы знаете, что бесплатно. Люди не знают, а мы забываем, что люди очень многие вещи не знают. Лечение, оно и пожизненное, и бесплатное. Помимо того, что люди лечение получают бесплатно, им предоставляется полный спектр услуг. Они могут посетить врача-инфекциониста, врача-психолога, гинеколога, дерматовенеролога. Также есть у нас различные исследования на инфекции, передающиеся половым путем. То есть также есть УЗИ, можно пройти бесплатно. Здесь предоставляется полный спектр услуг. Приходи, обследуйся, тебя встретят. Со всех сторон, как говорится, тебя убаюкают. Где нужно, поддержат. Главное, приходи. Вот насчет поддержки тоже важная вещь. Насколько я знаю, в США там очень сильно работает поддержка со стороны таких же людей. То есть там группы организовываются. Куда ты приходишь, и ты не один, ты с этой проблемой один на один не остаешься. Одно дело, потому что врачи, которые свою работу делают, это совсем другое. Социализация, что ли. У нас есть соцработники. Скажу вам так, что соцработники у нас, они работают уже очень долго в центре СПИД. И даже вот, ну я сама свидетелем была. Мы ехали вместе в командировку. И вот женщина у нас там работает. Они ей по каким только вопросам. То есть они уже не то, что как вот он пациент, а она соцработник. Они уже кто-то как друзья. Кто-то уже чуть ли не как семья. То есть она даже так рассказывает. Мы на работу едем. Они, допустим, там звонят по своим личным вопросам. Потом выясняется, что вот вчера она лепила манты, и они разговаривали с ним о его там личных проблемах или её. То есть здесь уже такой контакт происходит, такая связь. Также у нас вот есть в дружественном кабинете работает тоже медсестра, которая уже очень долго. Она работает конкретно с ключевыми группами населения. И у них уже такой контакт, что они, когда её видят, они просто счастливы её видеть. Ну это, наверное, очень сложно. Если говорить о ключевых группах, очень сложно добиться такого доверия. И очень легко его потерять. Здесь это уже, как сказать, зависит от человека. И это долгая работа, опыт. Вообще, как ты располагаешь к себе людей, твой уровень твоего профессионализма? Ну я счастлива, что у нас есть такие люди, потому что это действительно приятно и высоко ценится, что их ищут, их рады видеть и к ним хотят идти. Ну вот одно дело какие-то там семинары, встречи по борьбе со спидом, да? И совсем другое, когда ты непосредственно работаешь с людьми, с человеческими судьбами, со сломанными жизнями, потому что, ну я, например, я так легко согласился, типа вот я сходил, узнал, что там я ВИЧ положительный. Но на самом деле, если бы я узнал, для меня это, наверное, просто шокирующая новость была бы. И скорее всего, первая мысль была бы, что всё, ну жизнь уже не будет прежней, уже я не смогу там осуществить какие-то планы, которые хотел. и как здесь быть, кто в этой ситуации поможет, куда идти, с кем поговорить. То есть даже, наверное, с близкими друзьями сложно на такие темы было бы разговаривать, и ты не знаешь даже... Ну ладно, я насчёт своих друзей знаю, что меня в любом случае поддержали бы, но у многих людей нет таких прям хороших друзей. И как вот вы ситуацию рассматриваете вот с точки зрения человеческой? Не вот эти семинары, там, статистика и прочее, а именно вот эти вот общечеловеческие жизни, судьбы в Казахстане? Потому что в России, я знаю, очень тяжело с этим. Ну, теперь, вы когда начали говорить, у меня сразу такая картинка в голове, и мысли начали приходить. Вот у каждого человека, да, свои ценности есть. Мы проживаем промежуток времени, строим планы, да, у кого-то это семья, родные, работа, здоровье, что-то материальное. И вот когда у человека является ВИЧ-положительный статус, все эти ценности он перекрывает этот статус. И всё цепляется одно к одному. И, например, допустим, у человека ВИЧ-плюс, об этом узнают на работе, его увольняют. После этого у него начинаются проблемы в семье, потому что он безработный. После этого начинаются проблемы, допустим, с аппетитом. Далее проблемы со здоровьем, стресс. Стресс ведёт к алкоголизму. Алкоголизм приводит к тому, что от него отворачиваются друзья. Также, возможно, то, что уйдёт супруг или супруга. И в этот момент, да, человек находится в таком состоянии, самом, как говорится, ужасном. Уязвимом. Уязвимом состоянии. И ничего не могу сказать, потому что страх — это естественное состояние наше, которое мы можем испытывать. Но именно страх, да, вот он приводит к деструктивным отношениям как к себе, так и к людям. И вот именно вот этот вот, как это сказать, правильно, тенденция вот эта ошибочная, её нужно избавляться от неё. То есть вы хотите сказать о том, что эта гибельная цепочка возникает, когда человек узнаёт о своём диагнозе, и все его последующие действия, когда обесцениваются все его смыслы жизни, точнее, планы, они приводят к тому, что его видение негативное будущего, оно осуществляется в реальной жизни. То есть если бы он в тот момент, когда это случилось, подумал бы, так, стоп, я буду биться до конца, я сделаю всё возможное, чтобы я полноценно жил, этой цепочки просто не было бы. Ни алкоголизма, ни ухода супруга-супруги, ни увольнения с работы и так далее. Да, но это очень сложно, потому что, не поверите, но я просто, ну, как, допустим, на досуге так сижу и думаю, а вот если бы там вот у меня, а если бы я... И это очень сложно, это очень сложно, потому что, ну, наверное, первая мысль у меня бы тоже такая была, как и у вас, о том, что, а как же мои планы, моя жизнь, что я теперь буду делать? И вот в этот момент нужны действительно, нужна поддержка, нужны люди, нужны грамотные специалисты, которые тебе помогут, чтобы они могли тебе показать то, что ВИЧ — это всего лишь маленькая часть жизни. То есть это не та самая большая проблема, которая может случиться, это маленькая часть. Но по факту получается, любой диагноз, серьёзный диагноз, который там человек узнает, это стресс. Любой. однако, если, допустим, взять вот рак, стресс, да, ну, он может вылечиться, а может и не вылечиться, да, смотря какие стадии и какой рак. А ВИЧ, получается, он не вылечивается, но он нивелируется. Но тут идёт уже стереотип. То есть рак — это, да, это рак, это рак, а ВИЧ — это ВИЧ, всё, конец жизни. То есть... Хотя в этом смысле ВИЧ получается проще. С ВИЧ люди принимают... То есть ВИЧ-инфекция выявляется, и у человека есть миллионы шансов прожить счастливую жизнь. Ещё, наверное, важно подчеркнуть, что чем раньше человек обратится за помощью, тем быстрее и меньше последствий будет. Кстати, я не успела добавить, вот когда мы говорили про обследование, да, что обязательно или не обязательно у нас вообще уже на территории области в течение трёх лет действует наш местный приказ Управления здравоохранения, согласно которому осуществляется скрининг населения. В поликлиниках, допустим, это впервые обратившиеся в возрасте 18-49 лет. Стационары, они обследуют всех пациентов, которые к ним поступают. То есть скрининг на протяжении трёх лет продолжается. То есть не так, что какие-то определённые группы, а охватываются уже как можно больше количества людей. Тут всех, конечно, навряд ли получается охватить, но статистика скрининга выросла в достаточном количестве, и именно вот эту категорию среди общего населения мы постепенно вытаскиваем на ранних этапах инфицирования. Вот, я тоже хотел сказать, получается, если раньше понятно было, что надо ключевые, группы риска обследовать, это же тоже такая ошибка в статистике может быть, потому что, конечно, если ты будешь обследовать по большей части наркозависимых, тех, кто ведёт беспорядочную половую жизнь, гомосексуалистов, понятно, что у тебя по статистике будет выясняться, что там больше людей, потому что ты простых, обычных людей в таком количестве не обследуешь. И, соответственно, здесь могут быть неправильные данные, а, наверное, если говорить о ВИЧ, то это могут быть очень пагубные последствия. Абсолютно верно. Поэтому за последние три года именно удалось выявить достаточное количество людей, которые, в принципе, относятся к нормальному социальному статусу, ведут, ну, как мы, ведут обычный образ жизни, ходят на работу, семьи у них, отдыхают, радуются жизни, и все у них в порядке. Вот это самое главное, мне кажется, понять, что жизнь не закончена, что просто ты будешь принимать лечение, и все, и ты можешь жить так же там, как вы говорите, даже детей заводят, да? Это тоже один из мифов, что если родить, ну, мать, в основном, мать, если заражена ВИЧ, то ребенок обязательно тоже будет заражен ВИЧ. нет, на сегодняшний день это уже не факт, то есть, если женщина встает вовремя на учет, центр спит, принимает препараты, следует всем мероприятиям, которые советуют, как акушерогинекологи, так и речи-инфекционисты, 90% родить здорового ребенка, то есть, если все мероприятия осуществляются, верно. Ну, и вот, возвращаясь к тому, как бы я там эту новость воспринял бы, да? Я понимаю, что, скорее всего, в какой-то момент я начал бы там лезть в интернет, узнавать, что, как, и, скорее всего, я наткнулся бы на движение ВИЧ-диссидентства. И я понимаю, почему оно растет. Скорее всего, очень большое число тех, кто в этом движении состоит, они имеют ВИЧ-положительный статус. Почему? Потому что, если я натыкаюсь на это движение, я читаю, что они говорят, что это все чушь, это там заговор, там разные версии, да, заговор мирового правительства, инопланетяне, там, не знаю, там, Билл Гейтс уничтожает, или просто там ученые вместе собрались, или фармакологические компании. Мне в это гораздо приятнее поверить, что нет, со мной все в порядке, это просто вот я попал под раздачу, так скажем. И поэтому это движение растет и ширится. Но тут же надо всегда, я не знаю, просто у меня критический склад ума, я даже, если бы мне очень захотелось в это поверить, я бы всегда в голове держал такую мысль, а вдруг я ошибаюсь, и это действительно так, и тогда я могу заражать людей других, страшной болезнью. И вот, мне кажется, вот этот важный момент, что диссидентство, оно не просто это взгляд на ситуацию, да, ты можешь там тысячу раз думать, не знаю, что там, чипирует население и так далее, но в данном конкретном случае это очень опасно, потому что ты будешь являться разносчиком страшной болезни. На сегодняшний день, да, тенденция спиддиссидентства, вещдиссидентства актуальна. Это вот группа людей существует, они, как вы уже сказали, отрицают существование, что это миф, это заговор фарокомпаний, но понимаете же, к чему это все приводит? Как вы уже говорили, люди не лечатся, не предохраняются, люди отказываются от терапии, люди заражают других людей. Ну, если вот так вот, конечно, подумать об этом, и человек впервые сталкивается, когда, соответственно, действительно, это страшно, потому что болезнь, она как снег на голову падает, и при том, что когда человек не знает никакой информации о диагнозе, первое его лучшее решение это отрицание. Ну, и вот первопричины, да, диссидентства. Почему? Многие люди, они же чувствуют себя абсолютно здоровыми, они не думают, что болезнь сидит в организме, поэтому они отрицают наличие какого-либо вируса в их крови. Ну, и другая причина, это, конечно же, уже психологическая защита. В отчаянии человек, человек в растерянности, и любой выход из ситуации, как уже сказала ранее, это база отрицания. А кто с такими людьми должен работать? Это, наверное, очень, очень имелые психологи. занимаемся, ну, часто, знаете, как получается? У нас много диссидентов. Ну, как это получается? Допустим, когда ты человеку первый раз звонишь, когда ты хочешь с ним связаться, то есть люди, которые говорят сразу, конечно, я приду, приду сейчас сразу. Есть люди, которые говорят, ну, ты вообще, кто такая? Голос у тебя, тебе сколько лет? Это тоже, да. Это есть такие, я вообще не приду, я вообще, я вообще не приду, пошла далеко и надолго. Есть люди, которые говорят, а я, знаете, вообще вот там-то, там-то, меня нету, не знаю, когда приеду. То есть, ты говоришь, а у меня денег нету. То есть, они не заинтересованы, они, в принципе, не знают, что такое ВИЧ-инфекция, и им далеко плевать, что у них там происходит. Они не то, что за себя не беспокоятся, они за ближних своих не беспокоятся и никогда, наверное, не беспокоились. Но, есть люди, которые, в принципе, они приходят потом. Есть, кто категорично отказывается. Помню, был вот в прошлом году особенно такой человек, который, он категорично отказался, в особенности, в грубой форме. Через полгода он сам нас нашел, потому что инфекция дала о себе знать. Он чувствовал себя абсолютно прекрасно на тот момент, когда мы с ним первый раз встретились. Через полгода он просто попросил к нему приехать. Он сам не смог приехать. Он попросил к нему приехать. И есть люди, которые меняют своё мнение, когда уже им становится совсем плохо. Ну, это, наверное, ещё и есть вот эти вот пять стадий, да, отрицание, торг, помните, там, гнев и так далее. И, наверное, вот на стадии отрицания очень важно, чтобы у человека было много информации, чтобы, в конце концов, он по остальным стадиям пошёл, а не остановился на этом отрицании и не стал вещь инвестентом. А кто-то говорит, ну, умру, значит, умру. значит, так суждено. Есть такие люди, которые говорят. Судьба. Судьба, да. То есть, как и в жизни, люди абсолютно разные, и отношения людей абсолютно разные. И здесь уже ты должен работать не так, что вот он тебе сказал, нет, это не значит, что ты его оставил в покое. Ты его ещё потом будешь искать до последнего, ты его ещё и найдёшь до последнего. То есть, твоя задача всё равно ни один случай не упустить. Ну, то есть, первоочерёдно… По максимуму постараться отработать. Да, то есть, отработать этого человека, потому что это не просто показатели. Ты, когда приходишь работать в Центрспид, ты всё это видишь, и это уже как, ну, ты понимаешь, что это жизнь человека. То есть, вы чётко понимаете, что это не просто статистика, что на вас, на ваших хрупких плечах жизни человеческие, что если вы сейчас, допустим, где-нибудь подумаете, ну, он же сам не хочет, и человеческая жизнь может просто оборваться. Или вы чуть-чуть там упорство предпримите побольше, и человеческая жизнь может наладиться. Здесь даже не только вот человеческая жизнь этого человека, здесь жизнь других людей. Вот я не знаю, что со мной завтра будет. Я не знаю, что будет завтра с моими детьми, с моими правнуками, с моими близкими. То есть, вот такой ситуацией может оказаться каждый. И вот этот человек, который, в принципе, он знает свой статус, но ему всё равно, он другому не скажет о своём статусе. И вот эта вот цепочка, она будет расти. И пока эта цепочка не замкнётся, хотя бы на какой-то момент, будет и происходить вот эта самая эпидемия ВИЧ. Ну, опять же, наверное, лучшее доказательство того, что ВИЧ-диссиденты ошибаются, это, если они прям упорствуют в своих взглядах, это их короткая жизнь. Вот один из первых ВИЧ-диссидентов, Каспер Шмидт, он статью в 1984 году написал, что вот это. И сам умер от спида. Через 10 лет он умер от спида, да. Вообще, вот есть 4 категории спида-диссидентов. Это вот те, которые под волей страха отрицают свой диагноз, боятся его признать. Вторые, это у нас самые умные, как говорится. Это ВИЧ-отрицательные люди, которые всем любят давать советы, как лечить спида правильным питанием, туберкулёз с собачьим жиром, а онкологию с содой. Третьи, это у нас, которые верят в теорию заговора. И четвёртые люди, это вот группа людей, это которые, ну действительно встречаются такие, в которых в прошлом может назначили неверную схему лечения, которая тяжело им далась, и они этого боятся. Они основываются на негативном опыте, Да, на негативном опыте, либо которые вообще боятся врачей. То есть есть вот такие категории, и, ну вторая категория, конечно, ВИЧ-отрицательные, которые любят давать советы, это, наверное, самые такие, как говорится, странные люди, подлые люди, ну как это, даже не знаешь сказать, потому что они только постоянно меняют свое мнение. со стороны людей. Которые верят в теорию заговора, ну здесь вообще, наверное, Ну как сказал один человек, если мне, ну, если мне начинает кто-то рассказывать про теорию заговоров, и я вижу, что он всерьез в это верит, ну это диагноз. То есть, да, это люди, с которыми бесполезно что-либо обсуждать. ну и люди, которым, две остальные группы, это люди, которым нужна действительно такая твердая психоэмоциональная моральная поддержка. Я вот перед передачей решил посмотреть, насколько ВИЧ среди известных людей развит. Ну, сразу скажу, многих из них я вообще не знаю, но из тех, кого я знаю, вот меня поразило, точнее, я не знал, я с удивлением узнал, что, оказывается, Айзек Азимов, американский писатель, фантаст, умер от СПИДа, и причем вот как раз к тому, что каждого может это коснуться, его заразили при переливании донорской крови. Чарли Шин, я узнал, актер американский, с удивлением, что он, оказывается, тоже ВИЧ-инфицирован. Ну, вот про Павла Лобкова я уже говорил. То есть, на самом деле, очень большое число людей, которые тоже, если статистику провести, кто к каким там группам относится, то там абсолютно разношерстные группы. абсолютно разношерстные. Ну, что касаемо донорской крови, то сами, помните, что когда была в 2006 году вспышка в Шенкенте, то есть, на тот момент донорская кровь, там, где-то это была недоработка со стороны медицинских работников. На сегодняшний день донорская кровь, она проверяется несколькими этапами, и вот только при истечении четырех месяцев, когда пройдет все необходимые обследования, донорская кровь уже, как сказать, пускается в обиход работы. То есть, на сегодняшний день это такая очень серьезная проблема, с которой мы когда-то столкнулись, об которую обожглись, в ходе чего теперь около более ста детей страдают ВИЧ-инфекцией. И вот опять вопрос, это результат чего? Это результат халатности? Да, результат халатного отношения. А халатное отношение, скорее всего, возникло из-за того, что, мне кажется, это убаюкивающее такое спокойствие от того, что ну, что, кто-то зараженную кровь там будет поставить, ну, у нас же медицина на высоком уровне, ну, неужели мы там не заметим, и там где-то кто-то недорабатывает. Один недоработал, второй, третий, четвертый, вроде казалось бы, чуть-чуть, вроде бы не страшно, а вкупе все в целом. Всего, всего да помаленьку и получился такой результат. И получилась трагедия. Поэтому и когда в нашей работе изначально, когда приходишь, тебя сразу так учат о том, что этого человека нужно довести до конца, потому что где-то помаленьку чего-то и образуется вот такой вот ком, который приведет потом к фатальным последствиям. Ну, я думаю, что это, в принципе, на любой работе, да и в жизни. В принципе, да. Это, наверное, тут нужно еще вырабатывать отношение к жизни определенное у людей. На мой взгляд, все-таки постсоветское сознание дает о себе знать, когда с одной стороны люди там были уверены в будущем, как они говорили и говорят до сих пор, да, у меня там родители говорили, да, зато ты знаешь четко, что вот у тебя работа будет, то будет. С другой стороны, ты перекладываешь ответственность за свою жизнь на плечи государства и вообще об этом не думаешь, не заботишься, как, что. И на сегодняшний день это плохую роль играет в жизни тех, кто даже после Советского Союза родился, потому что родители-то воспитывали советские. Вот мне кажется, здесь тоже важный такой момент. И еще один момент, особенно для Казахстана это актуально, мне кажется, это именно менталитет наш, ну в принципе в России сейчас та же самая проблема, это секс-просвет. То есть в школах считается, что нужно говорить о том, что не иметь там половых связей вообще до определенного возраста и так далее, но по факту-то это не работает с молодежью, по факту ну почти в каждой школе есть несовершеннолетние там не знаю девяти, десятиклассницы, которые беременные, да, то есть это явление есть, зачем от него открещиваться, нужно тогда работать с тем, что есть. И вот в плане этого какие-то движения вообще есть у нас просветительская работа, просветительская работа. Вы не сравниваете поколение, когда учились в школе, вы, я, то поколение, которое учится сейчас, это абсолютно разные дети. Это дети, которые уже, наверное, десять раз больше, чем вы знаете. Но я думаю, и зачастую бывают такие ситуации, которые вот пройдет, у нас есть специальный отдел профилактический, который именно этими вопросами занимается. Они ходят прям по школам? Они ездят в университеты, ездят в школы, не только города, это полностью области, то есть областные, в районах, в городах, которые относятся к областному центру. И есть молодежь, которая после лекции подходит и задает вопросы. То есть даже пусть это будет один человек, но это уже победа, потому что он заинтересовался. И опять же, если даже один человек подошел, мне кажется, после лекции какие-то вопросы задать, не факт, что это лично его инициатива. Возможно, это как посол от остальных. Кто-то, да, кто-то попросил. Ты же самый смелый, иди спроси про то, про то, про то. И в принципе, даже если это его личная инициатива, он потом в своей среде уже с гораздо большей эффективностью расскажет какие-то вот эти знания, потому что своему принято доверять. Закрытая группа такая, подростки. Еще такие случаи бывают, вот когда раньше до пандемии, когда часто проводили, допустим, в торговых центрах акции, там проводится экспресс-тестирование. И было такое, сама была свидетелями, когда вот приходили 16-летние, 15-летние, но мы не имеем права по законодательству провести исследования у них, потому что только согласие родителей. Только согласие родителей. И было их так много, точно помню, когда именно я присутствовала, пятеро, наверное, подходило, которые хотели сдать анализ на ВИЧ-инфекцию методом экспресс-тестирования. Но мы их не взяли и сказали, если хотите, приходите уже соответственно с родителями к нам в центр. Вот, но для меня это было чем-то таким новым, потому что я бы так никогда не подошла. Вот будучи в том возрасте, я бы никогда не подошла. Я бы даже не знала о том, что такое ВИЧ. Ну, я вот себя вспоминаю в этом возрасте, реально, мне вообще какой ВИЧ, какой СПИД, у меня там вот, мы там на гараже идём, какой-нибудь там что-нибудь копать там, лазить, разбивать и так далее. То есть там, или я вот думаю над тем, как, вот как на это дерево интересно, смогу я залезть до верха или нет? А тут люди вот насчёт этого думают. Да, возраст 15-16-17 лет. Ну, с одной стороны, похвально, ничего не скажу. То есть всё-таки менталитет у молодёжи меняется и всё не так плохо? Меняется. И менталитет меняется. Ну, есть и свои плюсы, и свои минусы. Потому что есть и рискованная молодёжь. Ну, опять же, да, я понимаю, о чём вы говорите. То есть, получается, с одной стороны, когда о сексе более открыто говорят, это вроде как способствует профилактике, и люди больше знают о том, как предохранять и так далее. С другой стороны, это может провоцировать раннее любопытство, да, к сексу. Это может осложнения какие-то давать уже к социальному плану. Здесь главное, чтобы чёткое понимание было, как нужно, что нужно, чтобы предотвратить. То есть, ну, в принципе, молодёжь на сегодняшний день продвинутая у нас. То есть, мы живём в эпоху социальных сетей, в эпоху интернета, где зашёл, узнал, посмотрел, а не так, что ты не можешь зайти никуда посмотреть, тебе надо идти в библиотеку. Так, ну, у нас вот время практически вышло, передача. Такой последний тогда вопрос. Мы уже говорили про тестирование. Сколько по времени тестирование занимает и какова точность, погрешность? Обследоваться на ВИЧ можно у нас как анонимно, так конфиденциально. То есть, анонимно, это значит экспресс-тестирование. Точность экспресс-тестирования 99,9%. ИФА это 100%. То есть, когда сдают конфиденциально, кровь берётся с вены, это иммуноферментный анализ. Здесь уже точность 100%. Но зачастую бывает такое, что может прийти сомнительный анализ. И тогда мы уже ищем пациента, чтобы он пересдал кровь. Но здесь уже свои факторы существуют, которые способствовали данному сомнительному анализу. В зависимости от загруженности лабораторий до трёх рабочих дней, но чаще всего анализ уже готов на следующий день. Проблем никаких нет. В лаборатории это к вам нужно приходить? Да. К вам куда приходить? К нам по адресу улицы Амангельды, 134, с 8, 30, до 16, 12. Обследование бесплатное. Бесплатное и анонимное? Да. Даже вот люди, которые не застрахованы, они в полиплиниках, в больницах обследоваться не смогут. Они могут прийти к нам в центр и обследоваться, даже если они не застрахованы. Что же, дорогие друзья, к сожалению, время нашего эфира истекло. Пролетело оно незаметно и очень быстро. и надеюсь, что вы успели за этот неполный час лучше узнать и погрузиться в тему ВИЧ и СПИД. А самое главное, мы сумели развеять многие мифы, которые вокруг этой темы ходят. Это была программа Ракурс. Я Роман Попов. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова